Мне нет потребности продавать через Инстаграм. Мне одна подруга сказала, что Лазарева, ты просто не голодная, говорит, у тебя есть работа. Почему нет потребности? Ну, клиенты, ну, скажем так, то есть клиенты у меня есть всегда. Мне Инстаграм нужен больше как некая визитка, имиджевая история, что все равно, даже прежде чем прийти ко мне по рекомендации, человек все равно загуглит, посмотрит, кто что. То есть в любом случае мне нужен хотя бы какой-то контент, который вызывает интерес и доверие ко мне как личности. Ответьте, пожалуйста, на два вопроса. Первый, какой продукт вы продаете? Мне сложно сказать, что я какой-то один продукт продаю, потому что в нашем бизнесе, если так можно сказать, два направления. Первое – это открытые сертификационные программы, сложные, большие, дорогие по обучению и сертификации международной в коучинге. И, скажем, продавать только это, мне эта тема интересна. А здесь клиенты тоже широкие. Здесь и это B2C, когда люди, которые хотят развиваться либо в новой профессии, либо в целом какого-то личностного, профессионального роста, они приходят эти компетенции развивать. И корпоративный блок, потому что часто отправляют своих руководителей, HR-ов, организаций учиться на такие программы. Сейчас в корпоративном мире это международная сертификация начинает иметь вес и, скажем, они тоже приходят. Ну и второе, получается, направление – это наши корпоративные проекты. Это большие такие программы развития руководителей многомодульные, где у нас и диагностика, и тренинги, и практические воркшопы, и индивидуальный коучинг, и командный коучинг, и работа с кейсами. То есть задача которых – по итогу проекта, чтобы люди выходили уже с наработанными навыками, не просто со знанием, каким-то базовым умением, а уже с наработанным навыком. И получается, здесь, если брать, то наш продукт – это лидерские программы. То есть, сильно обобщить, программа развития лидерства. То есть здесь международная сертификация и вообще, если так про большого счета сказать, которые дают качество жизни вообще другое. А здесь – это некое другое качество жизни для руководителя, наверное. Ну, то есть можно ли назвать, правильным ли будет назвать образование и развитие, да? Ну да, то есть это только профессиональное развитие, профессиональная личность. А сколько в деньгах приносит кооперативный сектор, сколько вот B2C? Сколько B2B, а сколько B2C? Сейчас больше B2B, ну, корпоративный блок, значительно больше. И как раз, наверное, потому что… Ну, хотя наши, если, допустим, смотреть рынок открытых программ, если бы мы только этим занимались, и это классика инфобизнеса, да, скажем, со всеми воронками и так далее, там тоже может быть очень хороший оборот. Но у нас там, скажем так, так как у нас есть корпоративное хозяйство, у нас очень много ресурсов. То есть там пока ресурсов не хватает. И мы, наоборот, сейчас стали как неким даже преимуществом позиционироваться, что у нас бутиковое такое обучение, у нас группы не по 200 человек, у нас группы по 20 человек и так далее. Но, соответственно, это больше, знаете, для нас получается имиджевый такой продукт. – B2C. – B2C, да, потому что он… Ну, во-первых, это международная программа, а во-вторых, она действительно очень много компетенций про качество разведа, она такая очень качественная, и она создает большое доверие к нам как к экспертам и как к организациям. И у нас очень много корпоративных клиентов потом приходят из этих студентов, которые потом говорят, а пойдемте теперь то же самое нам в организации. – Это тоже часть вашей воронки. – То есть отчасти, ну да, часть воронки иногда, да. – А чем вам больше нравится заниматься? B2C или B2B? – Я не могу сказать B2B или B2C. Если говорить про программы, то есть я как методолог, менторы, тренеры, то и те, и те. Вот сказать, что я от чего-то хочу отказаться – нет. Здесь своя романтика, здесь своя романтика. – Ну, и то, и то он нравится. – И то, и то, да. И я уверена, мы хотим и в том, и в том развиваться. То есть когда я говорю, мы – это… У меня два партнера, мы партнеры, да, три партнера соучредителей. – Ну вот когда я спрашиваю, это вы имеете в виду себя уже, да? Вам нравится это? – Да, ну я говорю про себя. То есть лично мне нравится и то, и то, да. – Окей. – Вот, и получается, когда, наверное, может быть, и в этом и есть тоже отчасти моя история, да, на чем мне фокусироваться. Потому что, допустим, когда, там, 2015 год, я была одним из первых экспертов в Казахстане по эмоциональному интеллекту, и я вообще людям рассказывала, говорю, вот этому, да, вообще, это важно учиться, это важно понимать, это и качество жизни, и качество бизнеса. Они говорят, модное какое-то словосочетание. Я говорю, зачем деньги за это должен платить? Что это такое вообще? Вот, и, но у меня, я тогда прям горела этой идеей, я понимала, что в этом есть большой потенциал, а наш рынок об этом мало знает. И у меня была четкая точка, куда я, там, какую идею я несу, что я продаю как продукт, как вы сказали, да, то есть программа развития эмоционального интеллекта. И я с этой темой везде говорила, вещала, выступала, и, ну, этот шлейф, скажем, ну, той работы, он до сих пор на меня работает. Но сейчас у меня как будто нет такой штуки, да, вот, то есть у меня есть много программ, много проектов. А что случилось с эмоциональным интеллектом? А, ну, продолжает, то есть, ну, эта история просто начинает, как бы, продолжает работать на меня, то есть это стало частью. То есть эмоциональный интеллект это теперь часть той большой программы, назовем там это нейролидерство, да, где мы развиваем эти лидерские компетенции. Мне, кстати, как раз-таки это вот вообще, ну, мне так говорят люди, что мне вот, я не знаю, часть ли это эмоционального интеллекта, но вот с эмпатией, в общем. Ну, да, эмпатия это однозначно счастье, да. Вроде как с эмпатией проблема. Но я вот хотел вернуться к тому, что вы сказали о том, что вроде как нужна визитная карточка, вам не нужно продавать. Да, мне нужно продать свою экспертность, ну, это какая у меня, и вызвать доверие и интерес, наверное, к теме. Вот, наверное, вот так. Зачем? А через что я ее продам? То есть через большую программу или через индивидуальное сопровождение или через сертификацию, наверное. У меня есть разные предложения, через которые человек может это получить. Ну, вот смотрите. Мне кажется, что вы интуитивно вообще все очень хорошо понимаете. Вот я, это моя точка зрения, она не популярна. Инстаграм. Я расцениваю Инстаграм в чистом виде, как Википедия. Угу. То есть как это действует? Зритель, посмотрев вас на YouTube, ему понравилось. Вот вспомните, что я так делаю. Я когда смотрю классный фильм, я выхожу из кинотеатра и вбиваю в Википедию фильм и пытаюсь понять, кто это сделал, что это за люди, какая история создания этого фильма. Потому что, ну, меня восхитило то, что я видел, то есть возникла эмоция. И я просто захожу в Википедию. Знать подробнее. Да, возможно, вы есть в Википедии. Тогда вам, может быть, и не надо делать Инстаграм. Кстати. Да. Но так или иначе, люди именно так и действуют. Если они посмотрели вас в YouTube, у вас в описании есть Инстаграм. Вы заходите туда, не нужно в Инстаграме что-то еще крутить, вертеть. Люди хотят узнать о вас чуть-чуть побольше. Понимаете? Вот, например, люди, если посмотрели это видео, вы классно рассказываете, чем вы занимаетесь. Особенно, когда у вас эмоциональный интеллект, вы начали рассказывать, у вас глаза вообще загорелись, и было понятно, что вы очень увлечены этим. Соответственно, людям, например, это откликается. Например, они нравятся то, что они видят в видео. Они заходят в Инстаграм. Ну, там должно быть как Википедия. Что это за человек, какие у него ценности, какие интересы. Ну, вот я к этому отношусь так. Фотки из личной жизни. Я, например, к этому не отношу вообще никакому контенту. Это просто вот у вас визитка вот такая там, не знаю, красная, белая. Ну, вот, как вы сами сказали, Инстаграм. Просто визитка, он необходим. То есть сейчас уже странно, если у вас нет Инстаграма. Даже больше вызывает вопросов про вас. Например, если вы бизнес-коучер без Инстаграма, все-таки вопрос, как будто бы вы что-то замышляете. Все, может быть, не бизнес-коучер, например. К сожалению, да, с этими стереотипами сталкиваемся. Вот. Ну, то есть если вы хотите жить в цифровой жизни будущего, значит, вы должны занимать свое цифровое место. Тут с этим уже ничего не поделаешь. То есть если вы хотите жить полностью в оффлайне, можно ничего не делать, работать лесничем, например. Ну, вот. По поводу того, что продавать, не продавать. Я думаю, что, в принципе, вы тем более сталкивались с корпоративным сектором. Мне кажется, что вы не будете отрицать тот факт, что очень большим фактором в успешном сотрудничестве в корпоративном секторе являются значимые отношения с вашим клиентом. Они во многом определяют ваши... То есть часто даже не цена определяет. Доверие. Правильно? Это же не означает, что вы самые дешевые. Ну, это доверие. Да. Вот. То есть то, о чем говорю я, когда вы создаете контент, когда вы думаете для людей, что им нужно. Даже не нужно неполезное. Я к этому тоже приведем. А вообще, что люди хотят посмотреть. Да. И они каждую неделю, условно говоря, смотрят вас в ютюбе. Ну, хорошо. Может быть, даже это и в тиктоке, в рилс или в шортс в ютюбе с коротким видео. Они к вам привыкают. Что происходит с людьми, которые вы смотрите часто? Ну, у вас, хотя эти люди вообще вас не знают, у вас возникает определенное все равно к ним доверие. Сопричастность какая-то. Сопричастность. Вы на улице встретите их. Кем бы вы ни были, я очень часто видел людей, которые там гораздо выше по статусу тех людей, кем они восхищаются. Вы все равно, есть вот так называемый медийный эффект. То есть вы все равно к нему так чуть-чуть как будто бы не робеете. Но еще есть такой эффект, что вам кажется, что он условно вам как родственник. Понимаете? Вы-то про него очень много знаете. Это не обязательно про личную жизнь или что-то такое. Я что-то о нем уже знаю. Но я знаю. Ну, как бы. Я про Дудя личную жизнь ничего не знаю, но мне кажется, что я очень много знаю о нем. Ну, условно говоря. Он же ничего не рассказывает. Вы знаете, я сейчас рассказываю по сути, ну, я убеждаюсь, это в принципе нейромаркетинг опять же. Да? Видите, вы можете научно. Да, то есть я этот йогурт увидела пять раз в рекламе, он для меня уже нечто знакомое. Наша знакомая, она снижает тревогу и наоборот вызывает радость. Кроме этого, мозг же он в этом плане, ну, он очень, ну, не ленивый, а он очень эффективный. Да. Он пытается выбрать только то, на что ему меньше всего усилий нужно приложить, чтобы обработать. Ну, зачем анализировать какой-то новый йогурт? Да, да, да. А этот я уже видел, он мне уже знакомый. Этот же уже, что информация-то у него уже обработана. И так далее. Это не означает, что можно, понятно, обманывать там зрителей, что это делать. Но создавать с ними значимые отношения очень важно. Потому что завтра, может быть, вы продавать не хотите, но вы не знаете, кто попадет в вашу аудиторию. Понимаете? Ага. И, соответственно, значимые отношения. Мне сейчас кажется так, может, у вас такой трек, что, ну, вроде такое, что это сарафан, да? Ну, по сарафану вас продают, репутация. Это все очень важно. Но бывает иногда, знаете, ну, вы, наверное, тоже про продажи знаете, что мы часто выбираем товар не потому, что он самый полезный. И не потому, что там за него многое учается. Эмоции. То есть те эмоции, которые вызывает тот или иной продукт. Ну, и эмоции, которые вызывает тот или иной человек. Если уже у нас с вами эмоциональная связь, хотя она, правда, получается односторонняя, но вы тоже же, когда рассказываете, у вас тоже устанавливается какая-то связь, потому что вы в лицах не знаете эту аудиторию. Вот. То вам легче, гораздо легче, как сказать, ну, сократить дистанцию вот эту между вами, ну, между вами. Вот сократить. То есть поэтому я бы сказал, что это не означает, что вы себя не продаете. Вы тоже себя продаете, вы создаете те самые значимые отношения с клиентом. У меня вопрос возник как раз. Вот тогда, что важно учесть, да, при создании видео, ну, вот я сейчас про YouTube думаю, для того, чтобы создать именно значимые отношения эти создавались и укреплялись. Что там, да, должно быть учтено или о чем говорить? Угу. Ну, вот смотрите, один из компонентов, который влияет на людей, когда, ну, например, на их действия такие, как подписка, нужно понимать, что у вас, в общем-то, три задачи. Захватить внимание, удержать внимание, это очень важно, потому что просто разовый хайп, он как бы в этом плане нет и не действует, потому что, ну, тогда придется хайповать долго, как бы, и монетизировать внимание. Угу. Даже если вы самодостаточный бизнесмен, и у вас все налажено, и корпоративные клиенты вас любят, все равно вот эти три вещи – это то, чем мы должны постоянно заниматься. Поэтому, когда вы рассуждаете о том, как бы, что сделать такого, чтобы зритель смотрел вас, вам еще нужно в голове держать, что нужно сделать такого, чтобы он вас смотрел постоянно. Ну, да. То есть, одно дело, чтобы он вообще захотел дойти, а другая задача, чтобы он там остался. Да, совершенно верно. И так, как иногда на людей действует такой паттерн, что что-то вроде, ну, знаете, как на базаре там люди идут, и там что-то вот, что-то продают. Я не знаю, что продают, там какая-то толпа стоит. Понимаете? Все они хотят вот это. И ты такой заходишь, и уже как бы можешь в эту толпу встать, и там, типа, ну, там, я не знаю, какие-то ватрушки продают. Прям ватрушками вы не шли на базар. Ну, в принципе, ну, все стоят за этими ватрушками. Неплохо бы их взять, и как бы, вот. И здесь, что важно, зачем я это рассказываю? Сначала вам нужно определиться, конечно, какой контент вы будете делать, но и количество людей, которые вас смотрят, тоже важно. Условно говоря, предположим, что есть человек, который тот самый ваш, там, я не знаю, сейчас нет, но в ближайшие 20 лет будут самым крупным, и вообще уже станет и товарищем, и другом, и там, и клиентом, и все что угодно. Предположим, его сейчас нет. И вот он ходит, лазит в YouTube, вот, и видит ваш контент. Может так сработать, что если он видит два просмотра, понимаете, он может не подписаться на вас. Ну, вот просто так люди действуют, потому что, как мы говорим, по базару идешь, ну, и там нет этой толпы. А там очень полезная тыква, она прямо очень, ну, как бы, что-то вот, как-то вот, да. Что-то там три лайка. Да, как-то так. Вот, поэтому нужно действовать, нужно понимать, что нужно действовать на, конечно, ну, не на всех, не становиться селебити, YouTube селебити. Нужно действовать на большую массу, что их интересует. Потому что это тоже, я же говорю, тут та же самая бизнес-логика. Это тоже все ваши условные лиды. Ага. Они все пройдут по условной такой воронке. Ну, завтра они отвалятся своим по ценностям, неинтересно, что-то еще и так далее, и так далее. Нужно собирать как можно больше, потому что точно работать очень сложно.